На минувшей неделе Святая Церковь вспоминала успение праведной Анны, которая и сегодня являет нам пример благочестия, терпения и смирения. В этот день память, День памяти Матери Пресвятой Богородицы, почтили в храме во имя святых праведных Бога Отеца Акима и Анны Верхней Пышме. На богослужении побывала наша съемочная группа. Услышав этот торжественный и радостный звон колокола, иной человек может остановиться и задуматься, а что же празднует в этот день Церковь? И узнав, что празднуется успение или иначе смерть того или иного праведника, он удивляется, как же можно праздновать смерть человека. Ведь действительно, с точки зрения человеческой мудрости, смерть является чем-то непреодолимым для каждого из нас. Но мы должны понимать и помнить, что это учится и ждет каждого из нас. Никто из нас на этой земле же не остался и не останется. Не та судьба у нас есть на этой земле. Земля – это место скорби и покаяния. И тем не менее Господь все равно утешает нас, дает нам определенные радости в этой земной жизни. Так и жития праведных Якима и Анны мы знаем, что прожив в супружестве 50 лет, они не имели детей. Очень скорбели об этом, но не роптали на Господа, а с терпением ждали, молились и вели жизнь чистую и богоугодную. Своим терпением и надеждой праведные Якима и Анна стяжали свое сокровище в земной жизни, а через них и нам всем была дарована Пресвятая Богородица, от которой родился Спаситель мира. Святая Богородица, прожив длинную жизнь, молившись, очищаясь, готовя себя к этому великому телу, приготовляя себя к рождению честнейших и любых, славнейших и сравнения с людьми, безусловно, она освежала от нее жертву спокойному кончину, о которой, кстати, ведь и мы с вами за каждое из службы молимся, просветили нигде нет, кончину безболезной и постыдной, мирной. Согласно преданию, святой Яким представился через несколько лет после введения во храм Пресвятой Богородицы в 80-летнем возрасте, а святая Анна скончалась через два года после него, когда ей было 79 лет. После смерти мужа праведного Якима святая Анна пребывала в Иерусалиме рядом со своей причистой дочерью, а завершив свое земное странствие, она почила сном смертным на руках у Девы Марии. Православному христианину свойственно особое отношение к смерти. Вся наша жизнь – это время испытаний, трудов и скорбей, а смерть – это разрешение от уз плоти и возможность для человека быть с Богом, если он к этому готовился здесь, на земле. И примером этому служит жизнь праведной Анны, успение которой празднует Святая Церковь.